сейчас на обед иду потому что нужно сигарет взять моих которые купил оптом за тысячу взять с собой еще воды взять еще надо побольше воды надо будет купить еще полтора литровую ну или сколько там газировки выпить ее потом использовать как воду туда наливать и пить а без сигареток без перерыва наперекур реально совсем по-другому работает меня никто не ждет всеми безразличен и в этом состоянии я живу уже очень много лет и привык уже вон максим кац на меня бежит максим кац погавкал да назад побежал тебе понравилась максим укаца фраза моя что я никому не нужны все меня безразличны что я так живу уже так всегда такое ощущение что начнется но он так и не идет ноги кстати болят значит все-таки это нормальная была пробежка 11 кружков болят так в нормальном смысле не так что это ноющая боль которая мешает спать или работать а так как после тренировки вот реальной вот пошел дождик короче я не нужен никому и чё уж тут какой смысл существовать вот так работаешь покупаешь еду просто существуешь и ты абсолютно отчужденный все отчуждены от тебя никому никто не нужен и ты не нужен никому от я не вижу в этом никакого смысла там какой-то комментарий кто-то ставил называется комментарий какая-то женщина сад поставила тупое видео фраза фразу ну я подумал но это лучше чем если бы она сказала тупой автор видео там а так видео может быть тупым да я не буду вообще никак реагировать максимум там просто заблочим то не факт просто все сил нет просто это абсолютно следует ожидать ничего хорошего полез в этот омут в этот омут где люди злые еще можно ждать с 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 я никогда не смогу прийти в себя я просто держусь на тонкой веточке держась уже кровавленные пальцами за эту веточку постоянно пытаясь со всех сил удержаться чтобы не упасть вниз на самом деле я просто падаю вниз бесконечно там мне ясно дают понять девчонки что я не нужен никому да я и признаю это со смирением и так нечто естественное абсолютно по сути даже лил пип идеально красивые черты лица татуировки стиль стиль такой что аж на него уравнялись в школе даже у него не было настоящей не дружбы не любви у него была вот этот дтс которая после того как его убил ее ёбарь лил пипа убил ёбарь этой гтс ну она видимо ему и лил пипу давала ну и короче она стала распродавать вещь лил пипа по завышенной цене и скорее всего пошла жить к этому я бы к этому отравитель убийцы лил пипа чтобы есть сосать у него ебаться с ним про праздновать годовщину то как они убили лил пипа сути эта жизнь она очень печально даже если бы я был как лил пип вот реально даже да даже лил пип своих песнях там он пел много разочарований в девушках любви потому что они предают там постоянно там что не ведут себя там как щучки и так далее это доводит его изводит просто пиздец а нахуевал просто пока еще жив был даже лил пип ахуевал от всего этого и то есть для него то есть даже если оказался на месте лил пипа я бы не чувствовал себя счастливым удовлетворенным там потому что этот мир он извращенный ужасно печальный грустный пиздецовый но я на месте лил пипа я уже говорил чтобы я сделал просто в россии в москве он бы нашел какую-нибудь хабалку который бы ему мозги выносила просто истерично просто ёбнулся смешно было бы посмотреть как лил пип леонардо да винчики заводит анкету вот он живой представь и там они короче ему пишут условия ему ставят условия ему ставят еще это смешно было бы такое почитать как они там условия ему ставят блять то есть она вообще там какая девушка девушка которая вообще не стоит ни мизинца лил пипа она будет ему условия ставить там всякое контролирует там манипулировать это вообще бездец хуйня полная все что в моих силах похудеть до 75 затем до 70 а затем до 65 килограмм ниже уже лучше не надо потому что может дистрофия наступить а так в этом мире я никому не нужен